Сергей, о каких суммах идет речь, вот сколько должны заплатить украинцы, чтобы их впустили в свою же страну гражданами, которыми они являются? Те факты, которые вы на пресс-конференции привели, они действительно шокирующие? Ну, я бы, конечно, не говорил так, как это вы сказали, что запрет является абсолютным и без взятки не можно ехать. Но, тем не менее, существуют такие факты, которые наносят очень серьезный ущерб авторитету Украины. То есть пограничники это те, кто первыми из украинских властей встречают людей, едущих из Крыма. И доходит до абсурда, что люди, которые лет пять уже проживают, например, в Киеве, отправились в Крым просто навестить своих родственников, ну, при этом сохраняя, безусловно, крымскую прописку, и они не смогли выехать. Они просто, их просто сняли с поезда и посадили на поезд в обратном направлении. Скажите, насколько это массовое явление? Вот это какие-то отдельные люди, либо речь идет о сотнях, о тысячах человек? Ну, речь идет о десятках, может быть, нескольких сотнях человек. К сожалению, не все обращаются, не все готовы бороться, не все готовы сообщать об этом. Но мы имеем десятки таких обращений, за которыми стоят вполне конкретные люди. Скажите, взятки требуют? Вот на пресс-конференции, которую вы вместе с коллегами проводили, звучали эти слова. Давайте еще раз в эфире скажем. Есть сообщения? Обращения, которые у нас есть, свидетельствуют о том, что для пересечения границы со стороны Крыма в сторону материка, от некоторых требуют или с благодарностью принимают деньги. И в противном случае человек оказывается под угрозой того, что он не выйдет. Еще раз говорю, это не поголовно, это у нас зафиксированы десятки случаев, но я так полагаю, что их на самом деле достаточно много для того, чтобы говорить. Но даже те десятки, которые есть, уже являются достаточно серьезным основанием, чтобы говорить об этой проблеме.